Уголовную ответственность хотят внести за подделку лекарственных препаратов. Соответствующее предложение Министерства здравоохранения вносится в Уголовный кодекс страны. Только за последние три года безопасность не подтвердили полторы тысячи лекарственных средств. Какие наименования чаще всего изготавливаются подпольно, расскажут наши корреспонденты. Чаще всего подделывают известные импортные лекарства, такие как НОЖПА, Мезимфорте, Санафи и Сумамед. Фальшивки в Казахстане составляют около 20% от оборота медпрепаратов. Только за последние три года выявлено полторы тысячи опасных, некачественных и неэффективных импортных лекарств. По словам главы Минздрава Солидат Каербековой, больше всего они поступают в нашу страну из соседнего Китая. Профильное ведомство предлагает сажать изготовителей левых лекарств. С учетом европейского сообщества, министерствам представлены были предложения в свое время в Уголовный кодекс, где предусмотрено за распространение фальсифицированной контрафактной продукции уже уголовная ответственность. Потому что ранее это было административно и штрафы не несут конечной цели. Если большой оборот лекарственных средств, то процент начисляемых штрафов достаточно низкий. Теперь министерство планирует создать единый черный список со странами Евразийского экономического союза, чтобы обмениваться информацией с коллегами по фальсифицированной продукции. Кроме того, к 2016 году государства создадут единый рынок медпродукции. Доступ к международной базе данных по фальсификатам возможен в рамках вступления в конце 2015 года нашего испытательного центра, который сегодня мы готовим к аккредитации. Так вот, этот испытательный центр должен вступить в европейскую сеть официальных лабораторий по контролю качества лекарственных средств европейской фармакопеи. Большой проблемой является их продажа лекарств в интернете. По данным министерства, каждый второй казахстанец становится жертвой мошенников. 42% граждан доверяют здоровье рекламируемым лекарствам, нежели врачам. В каждой апректе, если честно говоря, 50% этого брака. Это я вам точно скажу. Потому что ни одного лекарства, даже вот мази, уже вот это вот, спец. Да, спец. Нас мазь есть. Уже она. Кто была раньше хорошая, помажешь, она тебя жгет. А сейчас мажешь, что как это, вазелином помазал и все. Очень сильно люди отравляются. И даже приводят к летальным исходам. Кустарным способам, которые изготовляются. И за этим нужен жесткий контроль. В аптеке встречаются такие лекарства, которые вообще не действуют. Всего в стране действует свыше 7 тысяч аптек. Однако доверять можно лишь собственным глазам. Фармацевты перед покупкой препаратов рекомендуют внимательно изучить упаковку, шрифт и орфографию, данные производителя и наличие информации на государственном языке. При возникновении сомнений нужно обратиться в территориальный центр экспертизы лекарств. Стоит сказать, что за последние годы 97 партий лекарственных средств, а это более 1 миллиона упаковок, около 11 тысяч килограммов в субсанкции не прошли оценку безопасности и качества.